Привет, друзья! С вами Сергей Малоземов, и в эфире новый выпуск моего подкаста о еде, здоровье и науке. Сегодня в студии я не один, со мной шеф-повар Анастасия Семянева. И вместе мы проведем небольшой кулинарный эксперимент. Его тема волнует широкую общественность уже больше ста лет. Что лучше, сливочное масло или маргарин? Кстати, если вы не знали, слово маргарин перестало быть ругательным. Он уже не считается отравой. Производители перешли на новые технологии, и твердые жиры на растительной основе наука реабилитировала. Так что навредить своему здоровью мы уже не боимся. В чем суть нашего эксперимента? Мы приготовим одно и то же пирожное на масле и на маргарине. Продегустируем, обсудим плюсы и минусы, а также познакомимся с разными видами маргаринов. И все это вместе с экспертом, который появится в нашей студии чуть позже. Анастасия, ну что, чем будете угощать? Сергей, здравствуйте. Сегодня я хочу вас угостить традиционным десертом корзиночки на песочном тесте, а также традиционным десертом мельфей. Несмотря на то, что мы уже привыкли видеть эти десерты и пробовать их, соответственно, со сливочным маслом, тем не менее у меня огромное количество заказчиков, которые просят приготовить эти десерты именно с маргарином. Почему? Потому что именно так раньше их готовили наши бабушки, наши мамы. Это традиционный вкус, по их мнению. Кстати, хочу отметить, что мельфей у нас будет приготовлен на тесте для Наполеона. И, соответственно, для зрителей, если вы хотите приготовить в домашних условиях торт Наполеон, обязательно воспользуйтесь этим рецептом, потому что тесто готовится очень-очень просто. Ваш личный выбор – сливочное масло или маргарин? Что предпочитаете вы лично? Работать удобнее с маргарином, потому что он менее плавкий. Но по вкусу, мне кажется, лучше сохранить интригу. Не будем забегать вперед. Итак, пусть каждый сейчас займется своим делом. Вы готовите, а я рассказываю. Итак, что мы знаем о маргарине? Кстати, поначалу он назывался иначе – олеомаргарин. От латинского слова «олеум» – масло, и греческого «маргарите» – жемчуг. Последнее, видимо, из-за его перламутрового блеска. Красиво. Видимо, в тот момент у его изобретателя, французского химика Ипполита Межмурье, было поэтическое настроение. Он вообще имел славу очень разностороннего человека. В кругу коллег-ученых прославился тем, что усовершенствовал лекарства, извините, от сифилиса. Тогда, в конце 19 века, это было очень важное достижение. Потом запатентовал некие шипучие таблетки, пытался сделать шоколад более полезным, добавляя в него кальций, и придумал новый, более экономичный рецепт выпечки хлеба, за что получил орден почетного легиона от последнего императора Франции – Наполеона III. Не того, который воевал против России, а его племянника. Государственная награда, видимо, вдохновила Межмурье, потому что позже он решил поучаствовать в конкурсе, объявленном все тем же Наполеоном III. Император обещал наградить того, кто найдет замену дорогому сливочному маслу. Этого продукта не хватало, даже богатым. А бедняки его не видели и по праздникам. Кроме того, французскому флоту для долгих походов нужен был столовый жир, который стоил бы дешево и не прогоркал так быстро, как сливочное масло. Запатентованный маргарин делали так. Мелко нарезанный говяжий жир нагревали и добавляли в него пепсин из желудка телят. Это фермент, который в организме млекопитающих расщепляет белки. Пепсин помогал очистить жировую фракцию от остальных веществ, которые содержались в сырье. Дальше жир пропускали через сито, давали остыть и снова нагревали, сдавливая между горячими плитами. Это нужно было для того, чтобы отделить и отправить в отходы плотный стеарин. Более мягкие и легкие составляющие говяжьего жира, всего в нем около десятка жирных кислот с разными свойствами. Затем подкрашивали желтым пигментом и смешивали с молоком в качестве естественного ароматизатора и вкусовой добавки. За этот рецепт Межмурье получил заслуженную премию от французского правительства. И это почти все дивиденды, которые ему принес его маргарин. Потом он еще, правда, продал свой патент голландской фирме по производству масла. Изобретателю от этих прибылей ничего не досталось, он умер в бедности. По иронии судьбы, отпеченочные недостаточности. Одной из причин которой может быть избыток жирной пищи в рационе. Дальше судьба маргарина развивалась, как в какой-нибудь античной драме. Примерно в одно и то же время в Великобритании и США вышли специальные законы, которые регулировали производство и продажу маргарина. В Великобритании это был акт о маргарине 1887 года. Он запрещал продавать маргарин или смеси с ним в качестве сливочного масла и предписывал следующее. Каждая упаковка, открытая или закрытая, содержащая маргарин, должна иметь клеймо или стойкую маркировку «Маргарин» сверху, снизу и по бокам, печатными заглавными буквами площадью не менее трех четвертей квадратного дюйма. Это что-то около шести сантиметров. Нарушителей закона полагалось судить и штрафовать на сумму до ста фунтов, в те времена целое состояние. Столько какой-нибудь уважаемый инженер на фабрике мог получить в год, а рабочий в десять раз меньше. В США и вовсе развернулись маргариновые войны. Производители сливочного масла, разумеется, не хотели делиться своими немалыми прибылями и уступать соперникам рынок. Под их мощным давлением был принят специальный федеральный закон о маргарине, который вынуждал его производителей платить непомерно высокие налоги. А пять штатов и вовсе запретили маргарин под тем предлогом, что он подрывает традиции, угрожает американскому образу жизни и даже морали. Изобретательность развращенного человеческого гения достигла кульминации в производстве олеомаргарина и родственных ему мерзостей. Это цитата из речи одного видного государственного деятеля тех времен. Особо жаркие дебаты происходили из-за цвета. Маргарину категорически запрещали быть желтым. Его предлагали окрашивать в розовый, коричневый и даже черный цвет, чтобы уж точно есть его никому не повадно было. В итоге решили просто запретить желтые пищевые красители и сделать маргарин белым, чтобы не путать его со сливочным маслом. В некоторых штатах этот запрет отменили только в 1960-х. Но со временем, конечно, с маргарином примирились. Самые ярые его противники. Потому что он очень выручил во время Великой депрессии, экономического кризиса 30-х, а затем и Второй мировой войны. В 1959 году в телевизионной рекламе маргарина снялась супруга президента США, Франклина Рузвельта, Элеонора. У нас в России и Советском Союзе все обошлось без такой драмы, потому что времена были другие. Маргарин стали производить в 30-е, когда страна жила очень бедно, и его дешевизна по сравнению со сливочным маслом была очень кстати. Со временем технологии производства, конечно, очень изменились. На смену говяжьему жиру пришло растительное масло. Его подвергали так называемой гидрогенизации. Это химический процесс, при котором к ненасыщенным жидким жирам добавляются атомы водорода, превращая их в насыщенные твердые жиры. Технически это происходит так. В нагретое масло вводится газообразный водород и катализатор, вещество, которое ускоряет реакцию. Насыщенные жиры считаются менее полезными в сравнении с жирами ненасыщенными жидкими. Но при этом насыщенные жиры содержатся во многих продуктах, в пользе которых у широкой публики вроде бы нет сомнений. Это мясо, молоко, яйца и некоторые растительные масла, например, кокосовое и масло какао. Но главная проблема маргарина при гидрогенизации была в другом. В его составе оказывалось много трансжиров. Их еще называют трансизомерами. Это чуждые организмы вещества, в которых атомы водорода расположены не по одну сторону от углеродных связей, а по разные. Доказана связь употребления таких изомеров с развитием рака, диабета, депрессии, болезнью Альцгеймера. Когда мы употребляем жир вместе с пищей, то жирные кислоты взаимодействуют с клетками, входят в них как ключ в замок. Если ключ входит точно, то все процессы развиваются нормально. Трансжир же не может как следует попасть в клетку, ведь у него молекула другой формы. Она не подходит к этому замочку, что приводит к поломкам в организме. Этой красивой метафорой со мной поделился профессор МГУ и глава Национального исследовательского центра здоровое питание Олег Медведев. Он сегодня тоже поучаствует в нашем с Анастасией эксперименте. Скоро нам присоединиться. И, кстати, хватит ужасов. К счастью, мрачные дни маргарина позади. Под давлением всех медицинских открытий, связанных с трансжирами, промышленности и законодательства во всем мире начали перестраиваться. Еще несколько лет назад проверки давали весьма неутешительные результаты. В маргаринах доля трансжиров доходила до 27%. Но с 2018 в России был введен строгий регламент, который ограничивает содержание трансжиров в масложировой продукции. Их должно быть не более 2% от всего количества жира. Новые технологии создания маргаринов уже не предусматривают использование газообразного водорода. Применяется, например, переэтерификация. При температуре около 90 градусов твердые масла, кокосовое, пальмовое и жидкие, чаще всего подсолнечное, обмениваются жирными кислотами и дают необходимую консистенцию без всяких трансжиров. Это несколько затратнее, чем старая технология, но закон суров. И вообще здоровье дороже. Сейчас, если не считать пищевых добавок для придания цвета, запаха и вкуса, маргарин, по сути, это масло, вода и эмульгатор. Все. Эмульгатором называют вещество, которое помогает соединить. То, что в природе обычно не смешивается. Эмульгатор действует как посредник, уменьшая поверхностное натяжение между двумя средами. И это позволяет маслу и воде подружиться, создать однородную смесь. Такую, как, например, майонез. В нем, кстати, в роли посредника выступает яйцо, природный эмульгатор. А в случае с маргарином используют лецитин и другие эмульгаторы. На производстве проверяют, качественно ли смешались ингредиенты маргариновой смеси. Капают ее в воду. Вот, смотрите, как это выглядит. Видите, капля не растворилась. Значит, все в порядке. Эмульсия не расслоится снова на воду и масло в процессе производства. Я, конечно, все очень упрощаю для понятности, но на самом деле производство маргаринов – это вещь сложная. Там еще много важных процессов в конце. Кристаллизация, когда маргарины густеют в специальной камере при определенной температуре. Потом темперирование, стадия, когда их выдерживают от 18 до 48 часов, чтобы структура маргаринов окончательно устоялась. Вы, кстати, знали, что в наше время выпускают большое количество разных маргаринов. Не случайно он называется специализированным. Каждый вид предназначен для особой группы изделий. С виду они не особо отличаются, но по консистенции – да. Вот этот, например, в пищевой промышленности применяют для слоеного теста. Он, видите, какой пластичный, но плотный. Не позволяет слоям теста слипнуться снова в один ком. Из этого теста делают круассаны, язычки, многослойные пироги и тому подобное. Этот предназначен для производства хлебобулочных изделий, сдобной выпечки, кексов. Благодаря ему выпечка имеет однородную структуру и пористость. Кстати, такой маргарин может быть и с пониженным содержанием жира. Этот используют для создания кондитерского крема. Он должен легко взбиваться и долго держать форму, чтобы сохранялся товарный вид. Например, у тортов, рулетов, пирожных или конфет, суфле. А вот этот для песочного теста. В нем с читанием масел специально подобрано такое, чтобы тесто для пирожного корзиночка или любого сдобного печенья и форму держало, и было приятно рассыпчатым после выпекания. Мы все эти свойства в том числе и проверим во время нашей дегустации. Но теперь о самом главном. Что о маргарине думает современная наука? Спрошу я у профессора МГУ Олега Стефановича Медведева, который, ура, добрался до нашей студии. Очень интересный вопрос. Надо сказать, что маргарин – это замечательный продукт. Почему? Потому что он в основном состоит из растительных масел. И поэтому в нем значительно больше, чем в сливочном масле, ненасыщенных жирных кислот. А это очень важный компонент, потому что ненасыщенные жирные кислоты приводят к тому, что меньше становится либо параноинов низкой плотности, так называемого плохого холестерина. Кроме того, в самом маргарине практически нет холестерина. Там нет животных продуктов. Поэтому вот это все делает маргарин крайне полезным для здоровья. Но мы же его боялись из-за трансжиров всегда. Мы его боялись из-за трансжиров. И как бы здесь история, знаете, волнообразно по синусоиду идет. В начале, когда был создан маргарин, считали, что это один из самых полезных продуктов. И когда я учился в УЗИ, именно так нам и преподавали. Но в 90-х годах было показано совершенно убедительно, что трансжиры оказывают вредное влияние на здоровье. Они плохо встраиваются в клетки и так далее, вызывают развитие атеросклероза. И поэтому постепенно в разных странах стали законодательно уменьшать содержание трансжиров. И в России это также произошло в 2018 году. И теперь это не более 2% по отношению ко всей массе. Поэтому сейчас опять заново как бы возродился маргарин. Знаете, как феникс из пепла. На новом уровне. На новом уровне, да. Потому что трансжиров нет, а все остальные полезные компоненты сохранились. Поэтому это действительно продукт, который, может быть, даже можно назвать более здоровым, чем исходные продукты рафинированные. Ханя, надо сказать, что с точки зрения питательности, с точки зрения состава, нерафинированные масла, они, конечно, полезны, потому что они содержат еще много различных компонентов. Ими можно максимум заправить салат. Да, да. Биологически активных компонентов полезных. Но для того, чтобы маргарин приближался по качеству к этим продуктам, то добавляют витамины, добавляют эти жирные кислоты типа омега-3, омега-6. И тогда это становится продуктом близким к идеальному. Вот такой подход. Что все-таки лучше для здоровья? Сливочное масло или маргарин? Вы знаете, для здоровья, может быть, это звучит немножко странно, лучше маргарин. Больше ненасыщенных жирных кислот, нет холестерина и нет трансжиров, потому что в сливочном масле до 8% трансжиров. Мы не можем это никак... Это природа так делает, коровки так делают. И для производства сливочного масла нужно очень много молока, и там как бы все концентрируется. Всегда. Это дорогой продукт, да, потому что даже при среднем содержании жира на 1 кг масла требуется потратить больше 23 кг молока, литров молока. То есть это всегда был дорогой продукт. Поэтому недаром же говорят, знаете, он заработал на хлеб с маслом. Имеется в виду, что ну хлеб, да, это как бы основа, но вот уже с маслом это говорит о том, что человек хорошо поработал, он состоятельный человек. Так что это вот находит отражение и в таких фразах широко известных. Вы знаете, я заметил, что где-то за рубежом чаще стали встречаться на завтраках в отелях и так далее. Вот эти спреды на основе растительных масел, а не обычное сливочное масло. Абсолютно правильно. У меня такие же впечатления после посещения целого ряда стран. И надо сказать, что в связи вот с полезными свойствами маргаринов, они даже вошли в рекомендации по здоровому питанию, скажем, Канады, Германии, Норвегии, Финляндии. Так что это сейчас тенденция, которая будет охватывать все больше и больше стран, конечно. И надо вообще сказать, что вот вся история развития эволюции, эволюция маргарина, она немножко напоминает эволюцию человека. Значит, от первобытного человека в шкуре, с дубиной, до современного человека со смартфоном, айпэдом и так далее. Так что вот приблизительно то же самое произошло с маргарином сейчас. Красивое сравнение. Но интересно узнать, а не стало ли менее вкусно из-за того, что мы заменили сливочное масло в выпечке на маргарин. Это сейчас мы узнаем благодаря Анастасии, которая уже почти все приготовила. И у нас уже тут такие запахи в студии стоят, что я вам не могу это передать. Переходим через совсем чуть-чуть к дегустации. К практическому этапу. К лабораторной работе. Итак, Анастасия, презентуйте. У нас есть мельфей на сливочном масле, мельфей на маргарине, корзиночки на сливочном масле, корзиночки на маргарине. Собственно, вы все и презентовали. Разрезайте, пожалуйста. По виду ничем не отличается практически. На самом деле, по виду, действительно, они практически не отличаются. Есть различия во вкусе. Я думаю, вы сейчас их уловите. И огромная разница, точнее, не могу сказать, что огромная, небольшая разница была в выполнении. То есть маргарин все-таки ведет себя более стабильно. И с ним работать намного более удобнее, нежели чем со сливочным маслом. Ну, давайте попробуем. Отлично. Итак, образец мельфея на сливочном масле. Хрустит. В самом деле, да, мельфей должен рассыпаться. Он ни в коем случае у нас не должен быть пропитанным. Великолепный хруст. Такое чувство, что я нахожусь где-то в кондитерской на улице в каком-то там округе Парижа. С бульваров только что пришел. Олег Стефанович, как вам? У меня более скромные сравнения. Это ленинградские кондитерские, знаете, метрополь, север. Знаете, почему у вас такое сравнение образовалось? Потому что основа для этого мельфея это старый добрый торт Наполеон. То есть это именно тот Наполеон, который готовили раньше как раз-таки в тех кондитерских. Как тонко уловили. В чем характерные особенности того, что вот вы сейчас приготовили? Такая легкая горчинка от сливочного масла есть, да? Немного ореховый привкус. Когда сливочное масло запекается с добавлением именно сахара, происходит карамелизация, благодаря чему мы, во-первых, чувствуем этот характерный вкус, а во-вторых, есть послевкусие. Мягкое, тонкое, такое ненавязчивое ореховое, что вот мне именно нравится конкретно в сливочном масле. Итак, зафиксировали этот вкус у себя в памяти. Теперь образец, который сделан с помощью маргарина. Все верно. Так. Почти драматическая медицина, опыты на себе. Все как на заре науки. Да-да-да. Вот вы, Олег Стефанович, говорили, что маргарин полезен. Вот и ешьте теперь. Да-да-да. Ну, я как бы с удовольствием убеждаюсь в этом. Так. На самом деле хочется отметить, что все ингредиенты при приготовлении были качественные. Однако у маргарина будет сейчас отличаться вкус, он будет более слоноватый. Это не является его минусом, это, напротив, является его плюсом и такой характерной особенностью. Ммм. А мне вот это даже больше нравится, наверное. Здесь какой-то, не знаю, более ровный вкус без горчинки. Справедливости ради, у меня есть один заказчик, он принципиально просит, чтобы я готовила Наполеон именно на маргарине, потому что это тот старый, понятный ему вкус. Он как раз-таки имеет характерную солоноватость, о которой вы говорите. И это действительно вкус его воспоминаний. То есть мы же относимся, как правило, к еде не просто для того, чтобы утолить аппетит. Еда способна нас переместить в какие-то определенные фрагменты нашей жизни. И вот как раз-таки Наполеон, тот Наполеон, который готовился на маргарине, он способен перенести некоторых воспоминаний о детстве. Все правильно. Воспоминания того, как все семьи, они собираются за столом, наливают чай, обсуждают какие-то мелочи. Такая вот небольшая уютная история, которая может быть запечатлена просто в одном десерте. При помощи маргариты? Да. Олег Секанович. Важнейший компонент здорового образа жизни, надо сказать. Опишите вкус. Вы знаете, у меня такое вот внутреннее ощущение, что когда крем из сливочного масла, он более широкая текстура такая, знаете, как будто он немножко более волокнистый, чем... Этот ровнее. Этот ровнее, да. Этот вкус ровнее, да. У меня возникло ощущение, что этот какой-то более изысканный, тонкий даже. Наверное, вот в этой части из-за того, о чем вы говорите. Тесто хрустящее, может быть, даже более хрустящее. Соглашусь. У маргарина есть такая особенность. Действительно, на маргарине тесто получается более хрустящим. Возможно, это зависит от количества влаги в том или ином продукте. Но, тем не менее, действительно, еще отмечу еще раз, что с маргарином действительно комфортнее работать, потому что он менее плавкий. То есть у любого продукта есть свои плюсы, свои минусы. Безусловный плюс маргарина в том, что работать с ним максимально комфортно. Точно нельзя сказать, что он хуже, чем сливочное масло, просто это кому что нравится. Да, однозначно. У меня такое ощущение, что корж, он более такой вот хрупкий. Его легче вилкой, его вилкой разделить легче в этом маргариновом варианте. Действительно, так и есть. Переходим к корзиночкам. Давайте оценим визуальную разницу между корзиночками на масле и на маргарине. Вы что-то видите? Может быть, маргарин чуть темнее, чуть темнее. Ну, это скорее от температурного режима зависит. Да, может быть. То есть особой разницы не видно никакой такой. Однако при приготовлении я хочу отметить, что с маргарин, он сбился пышнее, нежели чем сливочное масло. Поэтому могу предположить, что тарталетки, именно корзиночки, именно с маргарином будут более рассыпчатые. Относительно того, что сбилось, оно лучше. Как это было и с мельфей. Да. Давайте попробуем. Итак, начинаем с масла. Давайте запустим наши зубы в это произведение искусства. Ну, классика. Что тут скажешь? Классика. Детство. Хорошо. Что-то такое. Мне сложно оценивать свою работу, но я довольна. Как бы ни скромно, это не было. Ни в какой кулинарии в детстве, конечно, не давали столько крема в этом пирожном, который я вообще очень любил. Впечатления пока самые благоприятные. В вкусе крема чувствуется масло. Да. Да. Мне кажется, да? Да, да, да. И это каких-то людей, я думаю, может отталкивать слегка. Если у человека есть не совсем приятное, благотворное отношение к лактозе, если он не любит молочный яркий вкус, у меня есть примеры таких знакомых, которые на самом деле не любят ярко выраженный молочный вкус, то, конечно, подобное пирожное придется им не по нраву. Давайте сравним, как это будет с маргарином. В этом случае у нас также и подложка при использовании маргарина, и, соответственно, крем тоже с использованием маргарина. Ой, как хорошо. Тяжелая работа у дегустаторов, Алекс? Не говорите, да. Ну, по аромату, во всяком случае, мне кажется, они совершенно не отличаются. На этапе приготовления и замеса теста разница была. При выпечке аромат совершенно идентичен. Какая рассыпчатость. Крем очень хорош, да. И в креме нет этого масла, которое может вызывать не совсем приятные ощущения. Тактильно, однозначно, причем тактильно, тортолетка на маргарине, она более интересна, потому что она сильнее хрустит, соответственно, это добавляет ей плюс. То есть ты ешь, и у тебя дополнительно подключается эта самая тактильность. Мы любим все хрустящее. Почему в современном мире так популярны чипсы? Потому что в первую очередь они воздействуют воздействуют на одно из наших чувств, то есть эта вот тактильность, хрустящесть, яблоки, чипсы, сухарики. Вот в этом случае, конечно, тортолетка с маргарином, мне кажется, выигрывает. Она более рассыпчатая. Да, да, согласен. Это и легче жевать, и, я уверен, детям проще будет. И масляная на этом фоне кажется даже, я бы сказал, чуть ли не твердой. Ну, нет, конечно, но более... Согласна. Соглашусь, да. Более плотной. Мне кажется, сложно сравнивать изначально два этих продукта, потому что, безусловно, у каждого есть свои преимущества, и как будто каждый из этих продуктов просто нацелен на своего потребителя. Но кондитеру проще работать с маргарином. А, да. Но здесь можно отметить, что то, что сделано в маргарине, полностью подходит для вегетарианцев, потому что здесь нет никаких продуктов животного происхождения. Это все продукты растительного, и все принципы здорового питания как раз говорят больше потребления продуктов растительного происхождения, так что это в чистом виде имеет преимущество с этой точки зрения. Я, как кондитер, честно, не задумывалась даже об этом, о таком преимуществе, что, по сути, своим заказчикам я могу предлагать в таком случае десерты как альтернатива на маргарине с позиции того, что это безопаснее относительно ваших предпочтений. Конечно, да. Ну вот, мы убедились, что современных маргаринов бояться не стоит. Опасности для здоровья они не представляют. Как мы вот тут согласились с Олегом Стефановичем. Выбирать в домашних условиях маргарин или сливочное масло это дело абсолютно вкусовых предпочтений. Если вы хотите готовить на масле, пожалуйста. Но с маргарином выпечка пышнее, корзиночки более рассыпчатые, потому что он предназначен именно для выпекания как в домашних условиях, так и в промышленных масштабах. На больших производствах без него не обойтись. Это оправдано и с точки зрения технологии, и с точки зрения влияния на здоровье. Будьте здоровы и приятного аппетита. Подписывайтесь на мой подкаст там, где вам его удобно смотреть или слушать. Пишите вопросы и комментарии, обязательно буду реагировать. Покупайте мои книги в магазинах или по ссылке в шапке профиля. Увидимся, услышимся. С вами был Сергей Малоземов. С вами был Игорь Негода.